С Нового года в Бекине многогранный призер чемпионата в Европе в инфидуальном надоборье заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Инна Жукова. Третье место и бронзовая медаль присуждена Анне Вакуленко. Серебряную награду получает Александра Курак. Золото тумира завоевала Николь Леута. Возвращаемся во дворец гимнастики. Награждение юниорок у нас проходит прямо сейчас. Золото, свое первое золото получает сегодня Николь Леута. За упражнение с мячом. Благодарим наших спортсменов. Просим вернуться к построению. Подбурные аплодисменты. Мы видим, что гимнастка из России, Анна Вакуленко, все-таки получает бронзовую награду. Мы вспоминали, что у нее был четвертый результат в мяче. Соответственно, все-таки от одной стороны на подиуме могут быть только две гимнастки. И поэтому ее четвертый результат в обруче превратился в бронзовую награду. Третье место и бронзовую медаль завоевала Милена Асриян. Ну, в мяче таких перестановок не было, потому что Милена Асриян и так, и так заняла третье место. Третья сумма баллов у нее за мяч. Второе место и серебряный медаль завоевала Анастасия Жуковец. Второй результат в мяче показала наша Анастасия Жуковец. И обладательницей золотой награды упражнение с мячом встала Николь Леута. И второе золото сегодня получает Николь Леута. Добавляет в свою копилку уже третью золотую медаль. Поздравляем призеров и победительницам! Время для памятной фотографии! Аплодисменты нашим очаровательным грациям! Просим спортсменов вернуться на построение! Награждение в упражнении с булавами проводит серебряный призер Олимпийских игр. Точно так же в булавах у нас Александра Курак остается без медали. На третью строчку поднимется Елизавета Блеклова. И будет она с медалью сегодня, к чему мы ее и поздравляем. Бронзовая медаль вручается Елизавете Блекловой! Да, такая палка о двух концах. С одной стороны радостно за Елизавету, потому что, наверное, по общему впечатлению, за три дня заслужила медаль эта гимнастка. С другой стороны, у нашей Саши на одну медаль меньше. Помним, что допустила Николь Леута досадную потерю в упражнении с булавами, поэтому собрать полную коллекцию золотых медалей у нее все-таки не вышло. Ну, я думаю, что это не сильно расстроит Николь. Ну и Ника, которая не досчиталась одной медали за первый вид. Получается, золото, можно сказать, компенсирует эту небольшую несправедливость. Поздравляю офицеров и победительницу! Время для памятной фотографии! Очень хорошо, что у нас девочки умеют подстраховывать друг друга. Если вдруг она ошибается, есть кому подставить плечо и не упустить медаль, оставить ее в своей стране. Ну и последнее награждение у юниорок упражнение с лентой бронза Ника Костина. Вторая медаль сегодня для Ники. Награждение проводит шестикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Республики Беларусь Лариса Лукьяненко и заодно тренер девочек Ники Костина и Николь Леута. Я думаю, порадовали своего тренера сегодняшними результатами девочкой. И золотой медалью награждается Николь Леута! Я думаю, что уже тяжела вам, все четыре медали держать. Николь? Да, одного золота, к сожалению, Николь не досчиталось, но все равно это очень хороший результат. И еще раз давайте громкими-громкими аплодисментами поприветствуем наших великолепных гимнасток! Медальная церемония совершена. Идти заключительная часть соревнований! Получается, что у нас семь юниорок распределили между собой весь медальный комплект. Поздравляем девушек с окончанием сложных соревнований. Ну и остается заключительная часть программы, выступление сеньорок. Пока все будет готовиться к заключительной части программы, мы сделаем с вами снова небольшую паузу и вскоре вернемся. Друзья, впереди нас обладают соревнования среди сеньора. Все самое интересное, еще впереди наш турнир продолжится буквально через несколько минут. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Возвращаемся во дворец художественной гимнастики к заключительной части программы международного турнира на призы Марины Лобач. В сеньорке четыре вида, четыре финала будут делать сегодня свои упражнения. Напомню, что, к сожалению, вынуждена была сняться с финалов победительница многоборья Алина Гранасько. Мы знаем, что Алина приболевшая была и перед соревнованиями, но все-таки нашла в себе силы пройти многоборье и просто фантастически выступила, завоевав главную награду. Но, к сожалению, перед финалами почувствовала себя нехорошо и решили с тренерами перестраховаться и все-таки дать Алине отдохнуть. Поэтому место Алины во всех финалах заняли другие гимнастки в Беларуси. Но открывает упражнение с обручем представительница Республики Калмыкия Яна Мальмакова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видим, что Алина Речкина готова уже выйти на ковер. Есть у Алины уже серебряная медаль этого турнира в командном первенстве, как раз-таки в команде с Никой Костиной. Они завоевали серебро. Посмотрим, удастся ли Алине пополнить копилку медалями с этого турнира. Изначально Алина должна была участвовать только в двух финалах. Мяч и обручь. Но опять-таки из-за снятия с турнира Алина Гарнасько получила еще два шанса. Да, и будет во всех четырех финалах участвовать Алина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неплохо Алина. Было, конечно, пару недочетов. На равновесии завалилось немножечко. И, конечно, вчера был ее шикарный поворот в три тура в УТ в комбинированном. Сегодня немножечко не докрутило, но вчера была очень красиво исполнена. И очень высокая вчера оценка была. Больше 34 баллов. Да, самая высокая оценка из четырех. 34-36. Вот так вот. Спасибо тебе большое. Оценка Яны Мальмаковой. 29 с небольшим. Даже улучшает результат. По трудности больше сделала гимнастка, что получила повыше оценку, чем в квалификации. На площадке Василина Гришина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что-то не успевала сделать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, конечно, не Аня на выступлении После потери, после замены предмета Были еще недочеты Спасала брасок Конечно, непривычно ей было с этим обручем Я думаю, что все-таки в диаметре на 5 сантиметров он больше Видно, что приспосабливалась к работе с ним Аня Здесь спасала обруч Да, обидно, потому что в квалификации Вообще одну из лучших оценок Аня получила в обруче Проиграла только Алине Горнозькой и Елизавете Зорькиной Я думаю, что это прям в какой-то степени даже вдохновило Аню Перед сегодняшним финалом Но, к сожалению, началась очень серьезная ошибка Оценка высокой не будет Ну а следом выходит, пожалуй, одна из самых стабильных гимнасток этого турнира Которая, так же, как и Алина Горнозько, все четыре вида прошла максимально Стабильно, солидно, качественно И в итоге стала серебряным призером многоборья И второй тоже старт подряд Даша показывает очень хороший уровень и на кубке Она заняла второе место после Елизаветы Зорькиной А здесь она даже ее опередила и заняла второе место в многоборье после Алины Горнозько Вот не попадала она в финал Согруча Но здесь она заменяет Алину Горнозько И появился ей шанс побороться еще за одну медаль Субтитры создавал DimaTorzok 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 34,86 Очень хорошая оценка Дарьи Вереничей Входит на 2,10 Алину Речкину Ну что ж, посмотрим Получится ли у Елизаветы Зорькиной Показать лучшую оценку В обруче Квалификация у нее была 34,7 Но нужно улучшать этот результат Если она Собирается опережать Дарью Вереничу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но слышала что не успевает И поэтому Так остановила обруч И это было очень опасно Он мог улететь Но, конечно Конечно, не успела доделать еще дорогой элемент, Лиза. Ну, странно, потому что вроде бы в хорошем темпе двигалась, и заминок особо никаких не было. Была одна тоже один момент на грани, один риск на грани, когда ловила сзади обруч. Что не получилось? И там пришлось смещаться так немножко назад, но спасла эту ситуацию. Мы посмотрим, как скажется, это недоработка в конце на оценку. Хватит ли трудностей здесь для оценки? 31,27. Неплохую оценку Ульяна получает. Вторая оценка на этом турнире у Ульяны 30+. Ну и закрывает первый финал София Пернат, представляющая Объединенные Арабские Эмираты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошая оценка Лизы, которая позволяет ей выиграть этот вид. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а мы пока переходим ко второму виду «Синьорок». Мяч и открывает этот финал Василина Гришина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скорости. Скорости. Опять же ловле в две руки прям очень жестко иногда с запястьями прижимает мяч. Мяч flavor Да и была потеря на риски тоже. тоже говорила вчера что от мяча конечно всегда ожидаешь какой-то легкости воздушности но этого не было выступление василины софия пернат получает ну прям супер оценку как для себя и становится соответственно бронзовым призером в обруче проиграла на по баллам алине речкиной но опять же согласно регламенту на подиуме будет именно софия софия шумако а Продолжение следует... Продолжение следует... По плоскости не получается у мяча пройти, и в итоге он подлетает. Совсем невысокая оценка у Василины Гришиной. Серебряный призер многоборья и первого финала с обручем Дарья Веренич. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, вот, пожалуй, это был первый срыв за три дня у Дарьи Веренич. Очень сложное упражнение, много интересных находок и вот этот отбив в вертолетике спиной. Очень на сложном риске она потеряла. Она, наверное, одна пытается сделать вот этот вот риск с отбивом об спину во вращательном немножко... Ну да, я так понимаю, что мяч должен был над гимнасткой пойти, он улетел вперед. Ну вот у кого мяч катается как по маслу, это у Даши. Но быстрее всех она словила эти перекаты все, когда начинали только составлять упражнения по новым правилам. Лучше всех у нее получалось. 26,7. Оценка Софьи Шумаковой. Не очень высокая. Да, почти на 2,5 балла меньше, чем она имела в квалификации. Продолжу следующую участницу. На площадку приглашается Яна Мальмакова. Давай. Тоже все 4 вида сегодня делает эта гимнастка. Субтитры сделал DimaTorzok Совсем не вышло боковое равновесие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неплохо шла в этом упражнении, до того срыва на элементе тела. В остальном было неплохо. Достаточно качественно все сделала. 27,63 у нее была оценка в квалификации. 33,53 оценка Дарьи. Это вот несмотря на такую большую потерю, можно почти полтора-два балла прибавлять к этой оценке при чистом ее исполнении. Ну да, это практически ровно на два балла меньше, чем было в квалификации. София Бернат. Очень хорошо прошла на упражнение с обручем, завоевала бронзовую медаль. ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok Саранчей на город, за твоей спиной, ах, не дрожжет, накренясь, сорвутся птицы в черный дыб, сержант лицом уткнется в грязь. А он таким был молодым, и руки отжигает ствол, ну сколько можно лить свинец, взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец. Развозят пушки на трассах, все говорят, вставай, вставай, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай. Ты слышишь? Потерпи одной, и над тобой стоят врачи, и кто-то говорит, живой. Очень интересная композиция в исполнении Софии Бернат. Да, такой жанр бардовой песни, даже не припомню, видела ли выступление гимнасток под что-то похожее, абсолютно неочевидный выбор. Хорошо обыграла эту композицию, интересные хореографические находки. Сумела улучшить свою оценку квалификации Яна Мальмакова. В финале с мячом Алину Горнасько заменяет Дарья Грохотова. Единственный вид. А, да, еще булавы будет делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодец, Даша. Тоже неплохо справилась. Интересный стиль. Такой мне немножко был непривычный раньше для Даши, но она очень хорошо обыгрывает эту музыку. Мне сейчас очень нравится это упражнение. Очень интересная эта ловля. Так закольцевала интересное упражнение у нее в начале и в конце был такой очень далекий бросок, к которому она успевала и все-таки успела. Прошла чисто без ошибок. София Бернат получает оценку в 32,5 балла. Пока это второй результат после Дарьи Веренич. Да, сегодня в хорошем расположении духа София. Очень неплохо проходит уверенно свои упражнения. Олина Речкина. Олина Речкина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другая потеря уже Снова на риске Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. 26,9. Посмотрим, что получит София. Да, почему главная соперница? Потому что наши девочки, здесь 4 человека, но на пьедестале могут быть только две гимнастки от одной стороны, поэтому даже если наши девчата получат все 4 лучшие оценки, одна из них уступит место на подиуме нашим гостям. Кто это будет? Посмотрим. Есть шанс даже у Яны Малимаковой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вроде бы ровненько шла, а в конце все-таки допустила несколько ошибок. Потеря на переброске за спиной и на риске здесь тоже, видим, не все получилось. Да, к сожалению, все гимнастки, которые могут побороться за тройку, допускают ошибки. Посмотрим, кто допустит их меньше. И надо, чтобы еще и ошибки были менее дорогие, чем у соперницы. Но здесь еще в отличие от предыдущих гимнасток, конечно, в артистике очень сильно не достает. Я думаю, что по артистике Яна проиграет и София, и Ульяне. Видим, девочки тут прям даже вместе в зоне Kiss and Cry находились. Ульяна пока впереди. Да, проигрывает София Ульяне. Бал. Смотрим потом на оценку Яны. На площадке Дарья Веренич. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец. Тоже сумасшедшие риски. Швыряет предмет, конечно, Даша. Но она молодец. Быстро двигается очень и успевает тоже очень много вращательных сделать с подброском, что очень удорожает риск. Тоже быстро сориентировалась, что чуть-чуть в другую сторону летит булава, без лишнего шага развернулась, спасла. АПЛОДИСМЕНТЫ Пропустила вперед все-таки Яна Мальмакова Ульяну Травкину. По-прежнему Ульяна у нас первая. С промежуточным результатом, но это пока мы не узнали оценку Дарьи Веренич. Василина Гришина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот уже какое выступление подряд, создается ощущение, что не хватает этой гимнастки выносливости. В конце упражнения она уже совсем теряет скорость. И тут уже совсем, конечно, и не до эмоциональности, и не до проработки образа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, очень по сравнению с Дашей Веренич, скорости очень не хватает, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, честно говоря, в некоторых моментах, эпизодах оказалось, что гимнастка вообще застыла и стоит на месте. Оценка Дарьи Веренич на 6 десятых она прибавляет. К своей оценке квалификация 34,9, она новый лидер наших соревнований. Алина Речкина, которая заменила снявшуюся с соревнований по причине здоровья Алину Корнасько. Не удался мяч Алине. Неплохо она прошла обруч, показав третий результат. Да, совсем немножко второму месту она проиграла и осталась без медалей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умничка Алина. Не перестаю восхищаться ее булавами, потому что она у единственное такое количество параллельных бросков. Четыре или пять упражнений. Это очень сложно. И она справилась с ними на 100% сегодня. Были у нее недочеты в квалификации, один риск был недоделан. Классно, наверняка очень-очень красиво. Первый выход на ковер. Финальный день соревнований Анастасии Салас. Настя очень хорошо прошла первый день соревнований. Как раз-таки булавы лента. А вот второй день не сложился. И в итоге не попала она на пьедестал многоборья. Очень сильно расстроилась. Но давайте пожелаем Насте удачи. Пусть все сложится сегодня в финалах. Пусть все сложится сегодня в финале. Пусть все сложится сегодня в финале. Молодец. Пусть все сложится сегодня в финале. Пусть все сложится сегодня в финале. Молодец, Настенька. Было парочку бросков неточных, но она, как уже опытная спортсменка, очень незаметна для зрителей, выходила из всех этих ситуаций и очень неплохо сделала. Напомним, что Анастасия получила травму в начале лета и последние 4 месяца не выступала. Возвращаться к большим соревнованиям всегда сложно. Поэтому пожелаем Насте скорее обрести необходимый тонус. Очень высокая оценка у Алины Речкиной, почти 35 баллов. Да, это очень хорошая оценка для Алины и это неплохой шанс зацепиться за медаль. Нам осталось увидеть только выступление Дарьи Грохотовой. Дарьи Грохотова! Дарьи Грохотова! Дарьи Грохотова! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, вот эта ловля прям супер обращает на себя внимание. Здорово, что коллеги взяли именно этот момент для повтора. Очень много интересных находок. Все очень было музыкально. Очень хорошо. Да, мне еще запомнился этот обхват шеи во время поворотов. 35 баллов ровно получает Анастасия Салас на 300-е, опережая Алину Речкину. Так что нам остается дождаться результата Дарьи Грохотовой, чтобы все-таки понять, кто из этой троицы, из наших девчат будет на пьедестале. Да, все наши девочки очень хорошо справились с упражнением с булавами. Да, все молодцы. Это четыре наивысшие оценки, но, к сожалению, только две поднимутся на пьедестал. Елизавета Зорькина пропускала булавы. Третий выход на ковер сегодня для Лизы. Опять на этом же риске ошибается Лиза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Елизавета Зорькина, город Линц. Да, расстроилась Лиза, что не получилось красиво завершить турнир. На этом же риске в квалификации она тоже бросила далеко, но добежала его, словила, а здесь даже вышла палочка за площадку. И были запутывания, и вот здесь еще одна была потеряна риски. Да, и в концовке тоже такая точка прям рухнула на ковер от расстройства прежде всего. 34-33. Четвертая оценка у Дарьи Грохотовой. Хочу отметить, что у всех наших девочек оценки выше 34. Это прекрасный результат, что у нас очень большая конкуренция в сборной. Девочки большие молодцы. Да, соответственно, Анастасия Салас выигрывает финал с булавами. Лина Речкина вторая. На третью ступень пьедестала поднимется Ульяна Травкина. Саласия 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 Да, к концу соревнований набрала уверенность в своих силах эта гимнастка, и достаточно неплохо она и мяч прошла там в конце, буквально чуть-чуть ей не хватило, чтобы чисто все пройти. Совсем невысокая оценка у Лизы 29 с половиной. Да, впереди еще и из наших девочек и Настя Салас, и Дарья Веренич. И Лина Речкина. Поэтому вряд ли уже получится подняться на пьедестал у Лизы. Напомню, что она выиграла обруч. Заключительный выход на ковер Василины Гришиной. Заключительный выход на ковер Василию Гришиной. Заключительный выход на ковер Василию Гришиной. Такой маленький незаметный узелок был, который, в принципе, можно было, наверное, не развязывать. Заключительный выход на ковер Василию Гришиной. Да, много времени потеряла на развязывании узла. И думаю, что много было выпущено элементов по трудности. Да, и много запутываний было. И на элементах тела тоже чистых форм не было. Некоторые вообще были элементы сорваны. Совсем невысокая оценка, думаю, будет у этой гимнастки. Спасибо большое. Мы продолжаем. И на площадку приглашается Ульяна Травкина. 26-23 оценка Яны Мальмаковой. Совсем невысокая оценка по трудности у этой гимнастки. КОНЕЦ ФИЛЬМА Еще Nana Травкина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шаг за шаг Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слышим, что поддержка у Софии здесь серьезная ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, не без проблем прошла вторую часть этого упражнения София Бернат. Видели, тоже завязался узелок. Да, на складывание ленты на риск неправильно сложила ленту. На выбросе завязался бант. Да, потом было запутывание, была ловля в две руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мило, как мило это маленькие девочки, фанаты, дарят Анастасии цветы. Три-четыре-четыре. Улучшает свой результат в квалификации Анастасия. Почти на балл. Да, молодец. Приглашается Алина Речкина в город Минск. Алина Речкина. Алина Речкина. Сильно. 32 балла почти у нее было квалификации. Алина Речкина. Алина Речкина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И остается нам увидеть заключительное выступление на сегодня в финале с лентой Дарьи Веренич ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И это всегда очень чувствуется, действительно, когда спортсмен выступает. Спасибо тебе огромное, дорогие друзья. Еще раз для вас всех напоминаю, что впереди церемония награждения, церемония закрытия, невероятно фантастический галоконцерт. Поэтому все самое интересное еще впереди. Не расходимся, а продолжаем наслаждаться этим настоящим праздником спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже не стала никуда уходить Алина из зоны Kiss and Cry. 32,93. Оценка поменьше, чем у Алины Речкиной. Так что Алину поздравляем с серебром. Со вторым серебром сегодня. Очень достойный результат. Умничка, Алина. Анастасию Салас мы поздравляем с возвращением на ковер, прежде всего, с двумя золотыми наградами сегодня. Ну и бронзу снова заберет Ульяна Травкина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА